28.10.2024 год, понедельник, вы с Олегом Соскиным и Большим Каналом. Итак, давайте вот обсудим следующую проблему. Я думаю, это даже уже не тема и не вопрос, а целая проблема. Это интервью Зеленского Times of India. Это крупнейшее англоязычное издание Индии. И где-то больше 30 минут Зеленский там рассказывал все. Ну, там есть некоторые вещи очень важные. Они показывают совершенный отрыв, я так полагаю, Зеленского от реальности. И вопрос заключается в том, он сознательно пытается исказить реальность в изложении своем для людей, которые живут в Гуиндии, например. И далеки очень от проблем тех, с которыми сегодня с трагедией сталкивается Украина. Или он в самом деле верит в то, что он говорит, и оно у него как-то корреспондируется. В принципе, для диктаторов это характерно. Это так называемые, я вам объяснял, ролевые парадоксы. Ну, например, вот Зеленский заявляет, что в ходе разговора озвучил такую цифру, что, по версии Зеленского, российская армия потеряла в ходе войны около 650 тысяч человек убитыми и ранеными. Вот он ее назвал, да? Хорошо, цифра огромная, просто страшная цифра. Она много ли потеряла Московия? Да, очень много. И это видим каждый день, мы читаем про это. Тех же российские разные источники, которые про это говорят, родители, близкие. То есть, там реально кладбище, которые там выросли, я вам показывал тот же Магадан, там просто. Так это Магадан, а что про другие говорить? По кладбищу можно сразу картину составить. Как в Украине, так и в РФ. РФ сейчас наступает, несет огромные потери, невзирая ни на что. Но тут одна вещь есть важная. Зеленский, назвав такую огромную цифру, не подумал о другом. Тогда можно достаточно легко высчитать, а какие же, высказать такое предположение, какие же потери у Украины убитыми и ранеными. То есть, если Российская Федерация понесла вот эти потери, 650 тысяч, то тогда делите на три, и вы получаете потери Украины. Это 200, где-то, 250, там, 218 тысяч, 220 тысяч, ну, 220 тысяч, если 650 тысяч, 220 тысяч убитыми и ранеными понесла Украина потери мужчин. Это один к трем. Если, не дай бог, один к двум, то потери составят тогда 325 тысяч. То есть, потери Украины просто огромны. Они, ну, это потери, которые невосполнимы убитыми и ранеными. Но Зеленский же не говорит на самом деле о реальных потерях. И вся украинская, так сказать, тусовка, вот эти все, кто при власти на креслах сидит, тоже не называют эти потери. И, главное, ни одного правдивого голоса нет. Нет врачей, нет мэров. Ну, вот тут Ивана Франкова, да, например. Вот он говорит, я знаю, что у нас будет там 40 мовных инспекторов или чего там, патрульных, да. Ну, а чему в цьему тоди меру не дати точную ответственность, сколько загинуло местян из Ивана Франковска, и сколько поранених, и сколько стало инвалидами? Он может это сказать? Ну, если он такой продвинутый, такой, как бы, решительный, что вот про мову дбая, про тех мовных инспекторов, про тех, как бы, дружинников мовных. А чё ж правда-то, да про другое не сказать. Или, например, может нам про это сказать, ну, например, кто? Ну, например, тот же уполномоченный по правам людей, Лубенец или как? Ну, должен был бы сказать. Или мэры Днепра, Киев, Днепра-Филатов, Киева. Или вот этот Москаленко, город Черкассы. Или этот, который получил почетного доктора в Закарпатье, митрополит, как он там, Думенко, Епифаний. Это ж, представляете, он же монах. Получил почетного доктора в университете, в Закарпатском университете. Это ж какой позор. Монаху надо почетный доктор. Он теперь будет почетным доктором, а по нечетным он будет, этот самый, митрополит. А по ночам будет шить на машинке, вышивать. Такого позора, такого разложения мы еще не видели. Это деградация всей. То есть, получается, властвующее верство, ведь бывает и полная деградация, потому что на поверхню этих командные все высоты в державе захопыли. Ну, фактично грязь захватила. И теперь багно украинскую мову. И теперь, как бы, ничего сделать невозможно. Причем эта плесень, она распространяется, она разрастается. Но это доказано, что плесень, она растет, она двигается к другой плесени, чтобы стать больше и увеличиться в объеме. Поэтому теперь этой плесени на верхних этажах государства в огромном объеме. Вывод какой делаем из этого заявления Зеленского? Ну, это он уже от отчаяния говорит, уже говорить не о чем. Вот, а то, что он заявил по поводу потерь Российской Федерации. Все же понимают, что это все придумано. Ну, как они могут знать? Они за сутки сообщают, сколько погибло Иране. Как они это знают? Это как в Советском Союзе было, что родился один поросенок. А потом, когда уже пришло туда наверх в Политбюро, к Брежневу, пришла уже цифра 10 поросят. Он говорит, ну, отлично. Один Вьетнаму отдадим, один Анголе отдадим, один там еще кому-то, там еще раздадим. Там всем. Ну, и нам пять останется. Да, ему потом кто-то говорит, что всего-то Леонид Ильич говорит. Леонид Ильич всего-то только был один, поэтому вы уже все раздали наперед. Так и здесь. Никто ж не знает реальных цифр. Сколько? Ну, знает, естественно, должен знать Белоусов, Герасимов знает, это точно. Ну, и в Украине тоже цифру же-то знают. Те, которые, ну, врачи знают 100%. Вне сомнения, знает Лешко, мин этот самый, министр охраны здоровья. Поэтому его и снять не могут. Он очень много знает. Он если начнет говорить, плюс его западные эти патроны поставили, поэтому Зеленский его снять не может. Это не Зеленская полномочия, а это полномочия большого уровня. Денег, которые миллиарды идут через эти структуры. То есть, вот первая такая коллизия, очень такая скользкая во всех отношениях. Но если исходить вот из этого предположения, даже на три поделить, то это где-то 200, около 220 тысяч уже украинских ребят, парней, мужчин, зрелых таких, серьезных, уже или лежат в земле сырой, или стали калеками. И это результат действий Зеленского и его власти. То есть, как бы, Путин, понятно, то, что он делает. Он защищает свою территорию, свое государство. Он хочет победить врага, чтобы расширить свою территорию. Поэтому тут, как бы, все логично. А вот то, что делает Зеленский, их власть, и Запад, который его поддерживает, это ненормально, потому что Украина не имеет сил сражаться с таким монстром. А Запад не дает тех сил, которые нужны для победы над Москвой. Он их не дает. И мы это тоже с вами знаем. Значит, тут с двух сторон ложь идет. И от власти, и от Запада. Далее, вот очень интересное заявление Зеленского. Вот он говорит. Это, конечно, вообще просто фантастика. Он говорит, что БРИКС провалился. Вот тогда возникает вопрос. Ну, как же БРИКС провалился? Следующее. Ну, что Россия агрессор и так далее. Мы против замороженного конфликта. Мы не хотим Третьей мировой войны. Такие какие-то вещи. Такие совершенно, ну, просто этого. Даже, не могу даже формулировку, как бы, дать. Потому что, ну, это надо так говорить просто, что... Это недопустимо. Это просто недопустимо, когда вот такой человек, такого нижайшего уровня компетенции находится во главе с государством. Ну, про план победы он говорит. Ну, в общем, такое всякое. Считает, что во многих направлениях технологически Украина стала лучше России. В чем стало лучше, что она уже банкрот, а России еще нет. Хотя там у них тоже большие проблемы. Ну, вот дальше он говорит следующее, что... Говорит, убеждал, что человек важнее земли. Землю мы сможем вернуть, но человека нет. Это наш закон. Ну, опять-таки, это роль. Потому что, фактически, неподготовленные сотни тысяч украинцев отлавливаются в стране, как в этом прериях, охота на людей идет. Как это было... Ну, где это? В Африке так ловили рабов. То, что сейчас делает Зеленский, так ловили в Африке рабов и отправляли их в Соединенные Штаты Америки на плантации. Вот то, что сейчас делает Зеленский с украинскими мужчинами. Отправляют их на убой, на линию мясорубки. То есть, опять совершенно неправильное отражение, необъективное отражение действительности. Дальше оценка его БРИКСа. Что... Свою оценку этому саммиту. Сказал, что якобы вокруг Китая формируется БРИКС. Зеленский говорит, этот форум провалился. Путину не удалось привлечь новых участников, а многие из ключевых лидеров проигнорировали. Но это неправда, как те, что не проигнорировали. Все приехали. Все члены приехали. С бразильским президентом там проблема вышла у него, что он упал в этой ванне с этой скамейки. И он просто ему... Врачи запретили перелет. То есть, опять неправда. Более того, президент Бразилии пригласил Путина, чтобы он на двадцатку приехал. И они его никому не выдадут. И это... Скорее всего, он и поедет туда, чтобы показать Зеленскому, кто чего где провалился. Вот. Поэтому ему не удалось создать БРИКС плюс. Ну как же ему не удалось? Ему все удалось. Россия проиграла на саммите. В декларацию включили пункт с призывом выполнять его. Ну так замечательно. Россия сказала, они поддерживают китайско этот бразильский документ. То есть, фактически, мы видим, что Зеленский искаженно отражает эту реальность. Действительную реальность. То есть, был успех, реальный успех БРИКСа в Казани. Абсолютно. Была принята общая коммуникет, декларация, документ. Россия поддержала план Китая и Индии. То есть, Индонезия попросилась в БРИКС. Турция в очереди стоит в БРИКС. Тринадцать членов, тринадцать государств стали партнерами БРИКСа, кандидатами, по сути, в БРИКС. Ну так как же Зеленский такое говорит? Китай был с Индзипином представлен. Индия была представлена в Монде. В Бразилии по этому, по видео выступал этот президент Бразилии. В Египет президент был. В Европе тоже. Ну то есть, Объединенные Эмираты, аж вообще он им укланялся. Значит, раньше еще к Путину приехал. Сейчас они поехали к нему, кто-то поехал. Тоже будут подписывать очень серьезные документы. То есть, Эрдоган приехал. То есть, зачем Зеленский обманывает? Это ж так легко. Или, ну не то, что даже обманывает, видимо. Он, видимо, так считает. Он пребывает в каком-то заблуждении. Но это очень опасно. Алиев был. Туркмения была. То есть, все были. Пашинян был. То есть, все сателлиты Путина были. Ну и в этой связи очень тяжелая картина наступает, потому что человек, который неадекватно, неправильно отражает действительность, он становится очень, и он возглавляет, присвоил себе функции, сейчас подал опять на продление военного положения, он очень опасен для населения данного государства. Но это как Иисус Христос говорит, что слепые вожди ведут слепых. Но они их ведут в пропасть. Вот же их самая страшная трагедия, которая уже фактически на краю этой пропасти, уже рушится, летит в воронку Украина. Вот такой бы вам материал сделал. То есть, мы с вами видим, что Зеленский как бы считает, что только его какие-то действия, слова, нарады, встречи, поездки, это реальность, это очень мощная действительность. А все остальное он считает, что это просто так. Мелкий звон, дребедень какая-то. Но тогда надо гражданам Украины, которые имеют как бы разум, очень точно проанализировать это и принять для себя соответствующее решение, что вас ждет. А в этой ситуации вас ждет катастрофа. Вот более не менее. Сколько за несколько дней уже сегодня погибло, вчера, сегодня, позавчера людей, сколько раненых. Десятки погибших, сотни раненых, сотни разрушенных объектов, квартир, домов, машин уничтожено, бизнесов. В Сумах света нету, в Полтавской области света нет почти полностью. Ну и московиты продолжают бить, 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 пока не уничтожат все способности Украины генерации электричества. То есть погружение в каменный век. Вот через эту призму и оцениваете, что вас ждет. Сейчас еще вам сделаю небольшой материал. Кстати, Грузию посмотрите. Такой вам материал классный сегодня выставил по Грузии. И там очень серьезные события. Там фактически, если там заварится кровавая каша, то это весь Кавказ взорвется. Со всеми вытекающими, негативнейшими последствиями для Украины и ее населения. Поэтому смотрите, упрежден, значит спасен. Я вам наперед ставлю. Сейчас вы видите, что там сегодня ночью начнется. Там абсолютно, там они пойдут уже, там острие против острия. Они на компромиссию там не пойдут, уже понятно. Ну вот так бы я вам дал характеристику. Сейчас про Рюты поговорим. Тоже там наговорил про корейцев. Уже признала НАТО, что да, корейцы прибыли уже не просто в Россию, в Курскую область. Давайте сейчас небольшой сделаю вам сценарий, что будет дальше и почему. Василий Амсовский. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok